Да, вот на этом хотел остановиться поподробнее. Ну что, замечательный. Хорошо я не стал брать с двигателем внутреннего сгорания. А здесь никаких проблем. Мало того, что дешевле. Бензин купить, зажигание свечи, двигатель, заниматься данным маслом, обслуживание, грохот. А здесь ничего не надо. Раз в три недели, почти месяц хватает. Я зарядил аккумуляторы и хватает мне на 40 километров. Здесь по участку, вокруг я езжу почти месяц. Хотя можно было аккумуляторы взять подороже, было бы на 80 километров или на 100. Зачем мне это надо? Я взял подешевле аккумуляторы емкостью. Вот, грузоподъемность тонна. Хотя я думаю, что он потянет больше. Тут много чего я снял, потому что слишком они, скажем так, перестарались. Они слишком, скажем так, вот тут я снял разные тяги. Потому что рессоры не работают жестко. Вот. Вот тут один двигатель. И все. Вот аккумулятор здесь вот. Здесь ящики аккумулятор. Кузов поднимается, кстати. Вот. Сейчас покажу. Раз уж подошли. Покажу аккумулятор небольшой. Совсем небольшой аккумулятор. Вот. Вот и все. Вот аккумулятор. Посмотрите. Пять штук. Не хватает почти на месяц работы. Вот этот двигатель. Все. Тихо. Спокойно. Хоть езжай музыку слушай. Вот. Лишний туда амортизатор. Вот эту пружину можно снять. Вот этот амортизатор можно снять. Не работает. Потому что сами по себе рессоры жесткие. Они справляются с большим запасом. Не нужны здесь больше дополнительной упругости. У него настолько я грузил полный песком. Там больше тонны. А у него вот эта серьга. Она должна же немножко назад отходить. Когда рессоры выпрямляются. Прижимается. А она как стояла так и стоит. Перестраховались конечно китайцы сильно. Жестче стал. То есть жестче. Вон чем они хотели. Так что надо. Вот такая штука. Я очень доволен. Не надо регистрировать его в ГАИ. У него тут жиркала я просто не стал ставить. А так поворотники, сигналы. Все есть. Одеваешь только шлем как мотоцикл. И можешь справить мотоцикл. Или другими правами. Не важно какими. Лишь и были какие-нибудь права. Не надо его ставить на регистрацию. Можно ехать в город. Куда угодно. Больше того. Куда другим запрещено. Например на пляж. Потому что он электротележкой считается. В парк. Куда угодно. На рынок внутрь могу въехать. Вот такая вот интересная штука. Я очень доволен.